Большой выбор свежих овощей и фруктов традиционно предлагают на расширенной ярмарке. Она проходит возле здания Московской администрации. Здесь в покупках можно себя не ограничивать. Ассортимент большой, цены не кусаются. Что касается цен, в этом году многие товары были приближены к стоимости 50 копеек. Капуста, морковь, картофель, свекла. За килограмм этих осенних даров продавцы просели ровно столько. Грушу можно было приобрести от 1 рубля, за килограмм винограда надо было отдать 15. Галину Васильевну из фермерского хозяйства городец Кубринского района Брещани знают хорошо. В день женщина может продать полтонны яблок. Стимул есть такой работы даже. Мы занимаемся вот именно яблоками 20 лет. Поэтому уже наработаны немножко и клиенты наработаны, и опыт. Вместе с разносортными яблоками и спелыми грушами на прилавках лежит и красивый желтый плод – айва. Ее широко используют для варенья, изготовления желе, в компоты. За килограмм ценного продукта продавцы просят 5 рублей. Мы ее выращиваем в деревне Остромичи. Для нашей области она достаточно крупных размеров выросла в этом году. Как бы достаточно большое крупное дерево. Погода, впрочем, как и настроение, способствовала покупкам, которые предлагали фермерские хозяйства, индивидуальные предприниматели, ремесленники. В этом году больше акцент на Гаврилова, на Грин. А эта ярмарка, как основная Московского района, тоже себя уже зарекомендовала. Есть планы на следующий год, чтобы улучшить подъезд личного транспорта, чтобы улучшить выгрузку, загрузку. Я думаю, что от традиции проведения ярмарок мы отказываться не должны. Это наша ментальность, это наши, по крайней мере, на данный момент, какие-то экономические обоснования вот этих закупок. В Бресте осенняя пора богата не только на расширенные ярмарки, но и на праздники. Как всегда, ярмарка по продаже сельскохозяйственной продукции была совмещена с большой и яркой развлекательной программой. Праздник «Мой адрес» Московский район собрал много брещан. На большой сцене были подведены итоги районного осмотра конкурса по благоустройству, награждены победители и отмечены жители, которые внесли свой вклад в социально-экономическое развитие района. В Московском районе есть чем гордиться, но самая большая гордость – это их жители, жители нашего района. Я думаю, что мы сегодня вместе отпразднуем хороший праздник. Церемония вручения наград лаконична, но так ярко рассказывает о людях, благодаря которому Московский район процветает и развивается. Моя работа для меня – это все, это моя жизнь. Я рада, что меня вот так отметили, мой труд, хотя мы, врачи, работаем не ради наград, но ради наших пациентов, чтобы их было меньше, чтобы они были здоровы. Честно говоря, это для меня был сюрприз. До последнего не знал. Вчера позвонили, ну вот так неожиданно получилось. Очень приятно. Так сказать, под закат моей деятельности трудовой, такая неожиданная, приятная новость. Виктория Нечаева, Эдор Букунович и Дмитрий Лазарчук, телекомпания Бук-ТВ. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Продолжение следует...